Рад всех приветствовать на своем канале. И сегодня видео будет о том, как с помощью компьютера записать FreeMC Boot на карточку памяти PlayStation 2. То есть этот способ, наверное, пригодится тем, у кого имеется не чипованная приставка и, допустим, нет возможности записать этот же FreeMC Boot где-нибудь у друга, потому что нету нигде поблизости чипованной консоли. И можно, в принципе, сделать это на компьютере. И можно, конечно, его заказать где-нибудь, не знаю, на Алиэкспрессе. Но если у вас есть вот такая штука, это PlayStation Memory Card Adapter, его можно, в принципе, купить где-нибудь, не знаю, на барахолке, на Авито, или не знаю, как я, вот допустим, я просто ходил по магазинам различным, магазинам большим электроники, и в одном из крупных магазинов электроники я нашел данную штуку всего лишь за какие-то 180 рублей, по-моему, она мне обошлась. То есть это жуткая распродажа была, потому что данное устройство очень-очень старое, оно предназначалось еще для старых PlayStation 3 фаток, вот таких вот, вот таких фаток, которые с картридером еще и поддерживали PlayStation 2 игры. И вот, поскольку они эти игры-то и поддерживали, Sony выпустила для них такую штуковину, которая позволяла, собственно, взять, там, не знаю, карточку памяти, которая у вас еще осталась со времен вашей PlayStation 2, и перенести ваши сейвы, собственно, на систему PlayStation 3. После, конечно же, того, как они убрали поддержку PlayStation 2 игр с непосредственно своих новых ревизий PlayStation 3, данная штука перестала им нужна быть, то есть, естественно, этот аксессуар сняли давным-давно еще с продажи, поэтому если где-то он и завалялся в крупных магазинах, то, безусловно, он будет продаваться за шущие копейки. На Авито, в принципе, конечно, барыги могут заломить за него кучу денег, и особенно он на ebay сейчас, по-моему, стоит дофига, но, тем не менее, его можно в пределах, там, 500 рублей все же найти. Ну и поэтому, собственно, думаю, стоит показать, как с помощью этой штуковины записывать фреймси-буд на карточку памяти. Что ж, приступим. Так, ну что ж, осталось, наверное, подключить эту фиговину к компьютеру. Подключается она с помощью мини-USB кабеля. Который не идет в комплекте, но, тем не менее, думаю, у многих он есть. Вещь абсолютно обыденная. Допустим, можно взять от зарядки джойстика PlayStation 3 этот мини-USB. Я так и сделал. Что ж, достаем. Полностью тут доставать не буду, там еще инструкция бестолковая. Так, вот так фиговина выглядит. Не знаю, делают ли, не делают китайцы подделки. В принципе, раньше делали, сейчас их не встречал. Ну да и ладно. Так, подключаем. О, все, подключил. Так, джойстик надо поднять. Так, подключил. И что ж, первое, что нам нужно, естественно, сделать, это установить драйвера на нее. Потому что без драйверов ничего работать не будет. И вот, заходим на этот сайтик. PSX Sense.com. И тут есть разделчик, посвященный установке данного девайса. Все на английском, но тем не менее, понятно. Ну и плюс сейчас я вам покажу. Итак, вот у нас ссылочки на скачку. Это первая ссылочка. Это драйвера. Скачиваем их. Все скачалось. Ну и сам, соответственно, сама программа FreeMCBoot для установки. Так, все скачали. Можно сайт закрыть. И заходим в этот раздел, куда она у нас скачалась. Так. Вот оно, значит. Так, и распаковываем. Я на рабочий стол распакую. Вы можете куда угодно распаковать. И, соответственно, распакованы также драйвера. Все. Сделали. И теперь нам нужно установить, естественно, драйвера. Но вот здесь есть маленькая загвоздка. Именно касающаяся новых версий Windows. На, допустим, какой-нибудь XP, там, или, не знаю, 7-ку, это, скорее всего, все поставится беспроблемно. Но у меня 8.1 версия. Также, если у вас будет десятка, то, скорее всего, ничего не выйдет. По крайней мере, у меня не получилось просто так поставить эти драйвера. То есть, вот у нас версия для 64-разрядной и для 32-разрядной. Если мы ее просто запустим, этот инсталлятор, то ничего не происходит. Вот открывается какое-то окошечко командной строки. И тут же закрывается. Все. Далее я попробовал установить его вручную. То есть, заходим в диспетчер устройств. Обновить драйверы. Папочку укажем эту, соответственно. Где у нас там должны быть драйвера. И дальше он, по идее, драйвер находит. Но есть одно маленькое но. Он пишет нам, что INF стороннего производителя не содержит информации о подписи. И вот это самая главная проблема установки старых каких-то драйверов на новые системы Windows. То есть, возникает вот эта ошибка. И, соответственно, чтобы ее не было, нам нужно отключить вот эти вот подписи, вот эти INF. Ну и чтобы, соответственно, отключить эту назойливую подпись драйверов. И чтобы поставить на это устройство драйвера на новую систему Windows или там десятку. Или вот в моем случае 8.1 делаем, значит, следующее. Открываем вот эту панельку. Нажимаем параметры. Изменение параметров компьютера. Здесь у нас есть обновление и восстановление. Восстановление. И у нас есть особые варианты загрузки. И вот нужно нажать сейчас перезагрузить сейчас. Что я, собственно, и сделаю. Перезагружаю. У меня сейчас, по идее, должен появиться этот экранчик параметров запуска Windows. В принципе, в инструкциях в интернете писали, что достаточно перезагрузить, компьютер с зажатой клавишей Shift. Но в моем случае данный экран, вот такой вот, как сейчас, не появлялся. А появлялась всего лишь безопасный режим Windows. А вот если делаем так, то появляется, соответственно. И здесь мы выбираем диагностика. Дополнительные параметры. Дополнительные параметры загрузки. Так. И нажимаем, соответственно, вот эту кнопку. Так. И вот у меня появился вот такой экранчик. Параметры загрузки. И здесь мне нужно, соответственно, отключить обязательную проверку подписи драйверов. Соответственно, клавиша F7. Что я и делаю. Я ее отключаю. И все, компьютер у нас перезагружается опять по новой. Но уже драйвер, скорее всего, сейчас поставится на эту штуку. Надеюсь я, что он поставится. Так, все. Система запустилась. И теперь заново устанавливаем драйвер. Пробуем, по крайней мере, установить его. Так. Вот у нас неизвестное устройство. Нажимаем свойства. Драйверов нет. Обновляем драйвера. Так. Выбрать драйвер из списка. Блин. Опять какого списка. Итак, вот оно у нас, неизвестное устройство, соответственно. И мы нажимаем обновить драйверы. Выполнить поиск драйверов на компьютере. Обзор. И указываем, опять же, эту папочку на рабочем столе. Куда я там ее сделал. И вот что у нас пишет, что драйвер не подписан. Мы нажимаем все равно установить этот драйвер. И устанавливаем. Что ж, посмотрим, заработает ли эта вся система. Так, все. Драйвера установлены. Устройство должно работать. Сейчас я обновлю. Да, все. Уже нет никакого неизвестного устройства. Только есть PS3 Memory Card Adapter. Так. Ну а дальше приступаем, собственно, к запуску программки. И первое, что нам нужно, это отформатировать карточку. Поэтому мы нажимаем вот этот MC, формат BAT. Запускаем. Форматинг Memory Card у нас тут появляется. Ну что ж, пройдет ли успешно этот форматинг? Сейчас посмотрим. Ну что ж, друзья, наконец-то форматирование завершено. То есть нам программка написала Done. И нажмите любую клавишу. Прошло, блин, где-то минут 6-7, наверное. Это очень долго. Я уж не знал, зависло оно нафиг это хреновина или что. Непонятно было. Жаль, конечно, что она не отображает хотя бы проценты. Ну да ладно. Сделал и сделал. Нажимаем любую клавишу. А дальше посмотрим, установится ли FreeMC Boot. Так, где он у нас тут? И далее мы запускаем, соответственно, FullInstallBat. Так, Checking, Detecting он нам тут пишет. Подождем. Говно, блин. Написал ошибка. Что тебе надо? Что ж, ребятки, процесс идет. И замучился я, честно говоря, с ошибками, с этой программой. У меня постоянно вылазила ошибка. Карточка форматироваться форматировалась, но и то и не всегда. А вот эта программа, которая установщик, она периодически выдавала мне ошибку. И я, блин, не знал уже, что делать. Вроде и драйвера все стоят. Вроде все должно работать. Но, блин, все оказалось банально. Вся проблема была вот в этом сраном проводе. После того, как я взял маленький вот такой вот проводочек. Ну, может быть, если бы я нашел бы подлиннее и нормальный, то и с ним бы все заработал. В общем, я взял то, что было по-другой. Вот такой коротенький микро-USB подключил. И сейчас вроде как все устанавливается. То есть, все копируется. Никакой ошибки. Так что, если у вас какие-то ошибки возникли, то, скорее всего, виновником будет ваш провод. И надо взять просто другой, по лучшему качеству. Так что, все сейчас пока что устанавливается. А вот предыдущее окно не стал закрывать. Вот у меня такая ошибка, допустим, при форматировании возникала. То я запускал эту программу, и у меня опять возникала ошибка. А сейчас все пошло. Форматируется это несколько раз, наверное, в пять медленнее, чем на PlayStation 2. Но, тем не менее, процесс идет. Как мы видим, тут копируется что-то у нас. Тут программка нам пишет. Это хорошо. Ну что ж, друзья, все, наконец-то это свершилось. Frame Sebut установлен, как пишет нам программа. То есть, Install Complete написала она. Прошло. Я посмотрел на камере аж 12 минут с момента установки. И это, естественно, очень-очень долго по сравнению с установкой на PlayStation 2. Но, тем не менее, что такое 12 минут? Зато теперь у вас есть карточка памяти с Frame Sebut. И это классно. Что ж, пробуем, вынимаем карту. Программу, я думаю, можно закрыть. Такс. И запускаем нашу консоль. И сейчас посмотрим, то есть, блин, кого запускаем? Надо же сначала было карточку памяти вставить. Ну да ладно. Сначала посмотрим, что он у нас тут записал на нее. Так, ну, файлы Frame Sebut я вижу на карте. Значит, все должно работать. Перезапускаем приставку. Сейчас должен запуститься Frame Sebut. Да, все запускается, ребята. Ну, вот и, пожалуйста, Frame Sebut. Версия 1.8C. Да, это, в принципе, и не важно. Главное, что он есть. Можно потом, в принципе, поставить. Будет уже все, что угодно. И, в принципе, любой уже Frame Sebut. Более новый, допустим. С той же флешки уже. Главное, что он установился. Все заработало. И это прекрасно. Ну что ж, друзья. Вот такой вот, собственно, выпуск получился. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. До скорых встреч. До скорых встреч. Продолжение следует...